Всем привет! Вы только посмотрите, что за пирог. Сегодня мы с вами будем готовить. Делаем простое, безопарное тесто. В миску выливаем молоко, добавляем сахар, дрожжи, одно яйцо, растительное масло и щепотку соли. Перемешаем. Частями будем вводить муку. Присыпаем стол мукой и будем уже замешивать на столе. Получается очень мягкое тесто, забивать мукой его не будем. Берем миску, посыпаем сверху мукой, закрываем полотенцем и убираем в теплое место на час, а сами займемся начинкой. В сковороду налила растительное масло. Здесь у меня уже почищенный кабачок. Я его очистила, убрала свединку и нарезала вот таким кубиком. Отправляем жариться. Огонь у нас чуть выше среднего. Кабачки нам нужно обжарить. Кабачки у нас уже хорошо прожарились. Теперь их можно посолить. Добавить чёрный перец. По желанию можно добавить чеснок. Я вам советую, потому что кабачки очень любят чеснок. Можно свежий выбрить. Добавляем немного ароматных травок. Перемешиваем. Кабачки у нас готовы. Попробуйте их обязательно, чтобы они вам нравились, были солёные. Сейчас я переложу их в миску и кабачки надо остудить. Приплыли его немножко тестом, мукой. Сейчас нам надо раскатать круг по нашей форме. Ну вот, нам верно хватит. Немножечко ещё так прокатаем. Перенесём тесто в форму. Распределяем тесто по форме. Делаем бортики. Здесь у меня отварная куриная грудка. Теперь посыпаем зеленью. У меня петрушка. Можно зелёный лук. Или укроп. Ну что у вас есть. Здесь у меня два помидора. Я сняла с них кожицу. И нарежем дольками. Томаты придадут пирогу сочность. Помидоры надо немножечко посолить. И на этот слой можно добавить чёрный перец. Теперь берём остывшие кабачки. И распределяем сверху. Посмотрите, какой уже красивый, аппетитный пирог у нас получается. Здесь я натёрла, ну где-то 75 грамм у меня здесь было сыра. Сыра можно и больше. Сыра можно разного. Моцарелла очень хорошо сюда. Смесь сыров. Распределяем сыр по поверхности. Берём сливки. Добавляем 2 яйца. Посолим. И перемешаем. Хорошо перемешала. Теперь заливаем пирог. Залила заливкой. Пирог у нас подготовлен. Духовку я разогрела на 180 градусов. Отправляем пирог в духовку. Пирог выпекался 35 минут. Посмотрите, какой он румяный. Ароматный такой. Оставлю его на несколько минут, минут на 10-15 прям в духовке. Вот так вот оставлю. Пусть он постоит, потом достану его. Ароматы стоят прям чудесные. И пирог получился очень красивый. Ну вот он наш красавец. Такой вот пирог у нас с вами получился. Ароматный пирог. Ароматный, пышный, вкусный. Начинка. Ну вы сами понимаете, все видели. Начинка очень вкусная. Делается очень вкусная. Пирог. 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 А с вами была Алина Воскресенская. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии и, конечно, готовьте по моим рецептам. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok